Добрый день! Вы знаете, есть люди в рок-истории, которые вообще-то имеют очень значимую роль, продолжают творить, но как-то вот на наших просторах они совершенно неизвестны не то, что массовому слушателю, а даже искушенным меломанам. Так, конечно, его имя знают, но тем не менее, мы считаем, что надо нашего зрителя обязательно с этим человеком познакомить. Итак, сегодня у нас Тодд Рангрен. Тодд Рангрен. Это один из самых на сегодняшний день, давайте так скажем, из действующих, извините, старых музыкантов, который, в общем-то, пережил очень драматические моменты в своей жизни. Сразу, в настоящий момент, давайте обратим внимание на то, что он активно гастролирует. У него прекрасные есть концерты, которые выложены в Ютьюбе. И, что бы вам ни попалось из его творчества, все оно отличается очень большим разнообразием. Стилистика его потрясает, даже с начала творческой деятельности, это конец 60-х годов прошлого столетия. Насколько вот фактически нет ни одного стиля музыки, которого бы не касался Тодд Рангрен. И вы знаете, вот именно вот этот, извините, музыкальный хамелеонизм, он настоящий рок-хамелеон, наверное, где-то сравним с Дэвидом Боуи, даже хлеще просто Дэвид Боуи, более коммерческий был удачен как исполнитель, но не как продюсер. А вот Тодд Рангрен, это, конечно, вот, наверное, это его большая стилевая палитра, и не позволяет ему вот как-то, так, знаете, чтобы выйти с одним каким-то бронебойным хитом, и вот запомнили все, да, это Тодд Рангрен. Нет, вот именно, понимаете, постоянная смена каких-то творческих позиций. Мало того, он настоящий инноватор, фактически в век программирования он чуть ли не первый начал делать те все вещи. И его видеоклипы, и его контакт с видеодиском, его программные успехи вообще, он написал несколько программ, он даже стоял перед дилеммой, кем ему быть, программистом или музыкантом, то есть вот очень интересный человек. И даже сегодня, вот, его моменты, вы знаете, так называемая система виртуальных концертов, он придумал, задался таким вопросом, вот почему, например, должен зависеть от каких-то, например, погодных условий, или еще чего-то, ехать в другой город. Вот, например, концерт у него предполагается в городе Чикаго. Так вот, находясь у себя дома, он создаёт такую обстановку, что находится как бы в Чикаго, запускает это вот до того, что продаётся у него, вернее, в студии, или в концертном зале, имитация этого, заносятся продукты, которые любят жители города Чикаго, и всё создаётся, в общем-то, такая картинка, человек в онлайне включает в интернете концерты, будто бы он ассоциируется, житель Чикаго, с тем, что он как бы на концерте в Чикаго. Вот вы знаете, вот такой интересный, интересный, вроде бы просто, но тем не менее очень приятно. Да, тут проблемы и с трансляциями, потом авторские права, можно бесплатно смотреть и так далее, но это с этим совсем борются, как-то работают, просто это о чём? Что это помимо того, что Рокхамелеон ещё гигантский инноватор, инноватор фактически во всём, он даже чуть ли не первый выпускал интерактивную музыку, тогда заходил, в общем-то, уже, наверное, убедил многих наших зрителей, что этот человек достойный вашего внимания. Откуда же взялся столь достойный человек? Всё произошло очень банально, родился он 22 июня 1948 года, в Пенсильвании, штат Пенсильвания, США, небольшой городочек. Жизнь его, говорит, была там смертельно унылой, смертельно унылой, единственное проблеск сознания, что он с удовольствием слушал сорокопятки, родители слушали музыку, кстати, фамилия Рангренда, скандинавская, папа у него швед по происхождению, мама немка, вот такой вот интересный он, викинг от тевтонских кровей, и родительские сорокопятки, вот слушал он Элвиса, Элвис великий до сих пор, и Битлз потом, и вот всегда он задавался вопросом, когда чуть подрос, что Элвис пел чужие песни, и сам, а Битлз поют свои песни, и их четверо, что лучше, наверное, всё-таки Битлз. И, конечно, когда ему настало 18 лет, это 1966 год, позиции Бунтова, всё битничество, нарождающиеся хиппи, брожение в умах, конечно, у него были ещё школьные опыты, было уже на кого равняться, но 18 лет исполнилось, он со своего городка дёрнул фактически, с большим, как он говорит, удовольствием, покинул и отправился в Филадельфию, это, в Кенсильвании, главный город. И в Филадельфии поиграв во множестве клубов, в общем, ориентируя у него на тот момент была группа Пола Баттерфилда, Пола Баттерфилд Бренд, хороший блюзовый коллектив, но, присытившись, наевшись блюзом, он решил что-то другое делать. И 4 демозаписи проделал, прежде чем стрельнуло на конец, его заметили, группа называется Нас, этот Нас пригласили в Лос-Анджелес писать альбом, и Нас выпустил 3 пластинки с участием Тодда Рангрена, первая вышла в 68 году, это был уже успех, уже обратили на него внимание, но, конечно, тут есть небольшой нюансик. Нас по стилистике очень трудно с чем-то ассоциировать, музыкальные критики их начали обзывать при тече пауэр-попа, но эта музыка, вы знаете, такая психоделическая, чрезмерно психоделическая, потому что, к сожалению, или к счастью, у Тодда был очень интересный, а местами печальный опыт, взаимопроникновения в различные вещества, начинал он с травяных дел, простых марихуаны, потом ушел в сложнейшие галлюциногены, в общем, перепробовал все, время было такой эпохи, но, слава богу, все прошло, все закончилось, но, тем не менее, когда его сегодня спрашивают уже с позиции прошлых лет, вот, например, он любит выступать перед студентами, в том числе известный вам музыкальный колледж, крупнейший в Соединенных Штатах, лучшее, наверное, музыкальное заведение, Беркли, и вот его спрашивают, а все-таки как влияет музыка на, вот, когда измененное состояние под действием каких-то внешних факторов, он говорит, конечно, влияет, конечно, влияет, но не хотелось бы это вспоминать, потому что на тот момент это влияло у всех, и это был у многих звездный час, в том числе и группы «Зе Нас», но коммерчески они были, конечно, немножко неоправданы, неоправданы, хотя музыка интересна, вот я вчера «Зе Нас» переслушивал, когда кролик готовился, освежал, конечно, интересно, и очень интересна его следующая группа «Рант», это аббревиатура его фамилии, троих других участников, тоже выпустили две пластинки, очень классные, но, конечно, звездная его пластинка того периода, это «Самсин Энисин» 1972 года, которая считается многими одной из самых знаковых пластинок 70-х годов, хорошая штука, конечно, хорошая штука, ее можно уже считать самостоятельной пластинкой, Тодо Рангрина, тогда как раз он активно, говорит, перешел от равяных дел к галлюциногенам, но, тем не менее, в общем-то, творческий аспект сохранил, а местами даже где-то усилил. Вот именно тогда и появилась его склонность к массовому, знаете, эпатажу. Конечно, он, вообще-то, подбирал и одежды, и стилистика, вы посмотрите, есть его выступления 70-х годов, скажем сразу, что можно запутаться, но у него есть пластинки, которые выходили под Тоддом Рангрином, а есть, которые он создал параллельную группу Утопия, вот тут Утопия, она более роковая, хотя все у него такое расплывчатое, очень своеобразное, давайте скажем так, и, посмотрите, насколько эпатирует он, эпатирует публику, конечно, недаром тогда его критики, многие прозвали, авторитетнейшее одно из изданий написало, что человек с лошадиным лицом и стильный худобой, не знаю, ну как насчет лошадиного лица, но худоба, конечно, это мрак, там многие модели позавидуют, такой худобед, такое впечатление, что вот человек и рассыпется, и тут еще был один прыжок, совершенно очень интересный, ему предложили заняться продюсированием, потому что обратили внимание, что он очень четко понимает музыку, он великолепен, как и звукарь, звукоинженер, как аранжировщик, вообще слов нету, то есть он может чувствовать музыку, все вплоть дошло до того, что он должен был продюсировать альбом великой Дженни Джоплин, Пэрл последний, 71-го года, но они не сошлись, Дженни взрывная была, а тот тоже за словом кармана леса, и поэтому вот такое вот сочетание, они срослось, но тем не менее, смотрите, как продюсер, что сделал тот, великолепная группа Хал Нейсон, это будущий Спаркс, вот-вот момент, первое его продюсирование, ну из таких известных называем, Спаркс и ему до сих пор благодарны, вот когда было 50-летие группы, его приглашали, фактически Тодд Рангрин и братьям Майлом, о которых мы рассказывали на нашем канале, мозги хорошо вправил, наперед, наверное, точно лет на 50, так вот, после этого, хотя до этого еще был, Битфингер, хорошая пластинка, 71-го года, замечательная, кстати, хитовая, а вот еще знаковый момент, это, конечно, Грэн Фанк, Грэн Фанк, Роэд, Виэн Американ Бэн, 73-й год, и Шайн, он 74-й год, да, многие поклонники фанков скажут, не лучшие пластинки, согласен, не лучшие, но очень-очень своеобразные, сразу узнавая фанк, другой подход, все-таки Тодд Рангрин, ну и, конечно, его звездный час, как продюсера, прости, пластинка, которая сбили со счета, сколько продается, уже на сегодняшний день, по-моему, больше 50 миллионов по всему миру, это МИД ЛОВЕ, БЕТА АУТ О'ХЕЛ, 77-го года, мы об этой пластинке, и о МИД ЛОВЕ рассказывали, тоже на нашем канале, уникальное, как-то там все вектора срослись, и как стрельнуло, и как понеслось, и как пошло, в общем-то, ну, это, конечно, давайте без ложной скромности скажем, пластинка может кормить столетия, потому что отчисления, вы их понимаете, все права и так далее, а такие продажи гигантские, но все вот это вот создал, такой вот его образ, конечно, многие скажут, да, что у него, помимо хита, вот, нашумевшей песни, там была, Hello, It's Me, ее, кстати, массово в Ютубе крутят, у него очень ничего толком нет, согласен, хитов, таких больших запоминаний нет, но выступление шикарное, и вот посмотрел утопию, 70-х годов, и вот в 90-х, и вот последние вещи, которые он делал в 2000-х, просто потрясающие, вы знаете, вот у него был карьер сильнейший, в 73-м, 74-м, он туда улегся джаз-фюженом, местами маховичный оркестр, в творчестве присутствовал, реминесценции Франко Заппы, очень интересная музыка, и тогда же он увлекся очень серьезной эзотерикой, учениями Востока, и не только Востока, он перечитал Блаватскую нашу, серьезно перечитал, Рудольфа Штайнера, Кришнамурти, сделал поездку в Азию, не в Таиланде, секс-туризмом заниматься, а именно восточной духовной мысли набираться, сделал такую вояжку и в Восточную Азию в течение нескольких месяцев, и все это уже заставляет задуматься об этом музыканке и человеке, например, в 77-м году у него вышел альбом «Ра», так и называется, да-да, полностью основанный на египетской мифологии, да, вот такие вот шарахания, потом, когда пошел век интернета, у него вообще открылся большой диапазон, большой, мы же уже говорили, что он хотел даже быть в одно время программистом, очень у него к этому мозги расположены, то есть человек этот, который, в общем-то, за что бы ни брался, все у него получается не как у других, не скажу, что великолепно, но дает результат, и он фактически всегда опережает свое время, ну и конечно есть такой интересный момент, это для любителей желтизны, ну и не только, в общем-то, есть такая очень интересная женщина, Бэби Бьюэл, она была известная как модель, такая творчески активная, но более всего известная она романами с рок-музыкантами, там кого только не было, от кого нет книги известно, там везде было Бэби Бьюэл, так вот, Тодд Рамгринс не одно время жил, даже родилась дочка, дочка эта, как впоследствии оказалось, узнала в 11 лет, что папа не ее биологический отец, а биологический отец не кто иной, как Стив Тайлер, лидер группы Эра Смит, которую мы тоже рассказываем в нашем канале, так вот, это произошло, когда Бэби Бьюэл поругалась с Тоддом Рамгрин, они временно разошлись, вот тогда произошел у нее роман с Тимом Тайлером, и вот появилась такая чудесная девочка, как Лив Тайлер, вы ее знаете, это актриса, такая творческая кино, милашка такая, очень похожа на папу Стивена, но Тодд Рамгрин никогда от нее не отказывался, фактически и сама Лив говорит, тот это мой папа, он меня воспитывал, он меня выучил и так далее, то есть очень там сохранились теплые отношения, когда говорят Бэби Бьюэл, а почему вы тогда сразу Лив не объяснили, она говорит, что вот так вот с отцами получилось, она говорит, нет, Стивен на тот момент был в угаре совершенном, и поэтому, как папа, конечно, и по заботе, и по отношению, по позиции, Тодд Рамгрин на тот момент был куда лучше. Вот такая вот жизненная история с хорошим концом. Ну, а вы, пожалуйста, послушайте Тодд Рамгрина, и надеюсь, согласитесь с нами, что это такая музыкальная глыба. Спасибо за просмотр. Всего доброго.